Всем привет! Сегодня 21 февраля 2020 года. Вот это вот перед нами такой ковано-васса мандарин. Вот он начинает зацветать, одна веточка только. Вот вторая бутоны появилась, беленькие. Я пальцем показываю. А вот эту вот ветку я согнул специально, для того, чтобы можно было ее укоренить. Но прежде чем укоренять мандарины, надо их пересадить. Я вам скажу, что не все мандарины укореняются. Вот это у нас была бирка к окну. Маяк такой стоял. Снимаем наш бортовой журнал. Да, надо было обязательно полить его, чтобы лучше разобрать это все дело. Так, и сейчас мы посмотрим состояние корней. Ух ты! Видите, почему двойная получается? Здесь кирпич был. Вот такое вот отверстие для дренажа. Поэтому размотаем и посмотрим состояние корней. Вот они. Кирпичи мы убираем. Они нам уже не понадобятся. Конечно, такую вот надо пересадить чуть большую емкость. А чуть большая емкость у нас может быть не литровая. Я положу. Вот такие у меня емкости есть. На 3 литра, видите? Но она нам не подходит. Она будет неустойчивая. Должна стоять устойчиво. Почему? Потому что сверху будет у нас воздушное укоренение. Поэтому я выбираю вот такую вот посуду. Можно 4-гранную, 6-гранную баклажку брать. Главное вот это вот. Это я делаю с любого линолеума. Можно утепленного, просто линолеума такого, старого. Вырезать кусок, полоску. Вставляется. С отверстиями обязательно вставляется туда. И получаем в емкость. Так. На низ обязательно я делаю вот такие ветки. Не кирпичи. Потому что кирпич, когда зайдет в корневую систему, потом его выковырять и надо будет оставлять. Я делаю просто дробленные ветки. У меня есть измельчитель мелких веток. И такие ветки вот я на дно хорошо насыпаю. Для чего? Чтобы не вылетела земля при поливе в первое время хотя бы. Подробно рассказываю, потому что многие берут, повторяют за мной, а потом у них растение пропадает. И теперь на дно мы положим немножко листовой перегной и десиконский перегной и огородной земли. Потому что для трифолиаты, а у нас мандарин привитый на трифолиаты, желательно огородная земля больше. Грубая такая земля. Ну, так как мы будем пересаживать, я три ложки туда и смотрите. Видите, вот с одной стороны у него на эту сторону больше земли, чем с этой стороны. Поэтому мы будем прижимать к стенке вот эту сторону. А с этой стороны будем ложить. Всё. И засыпаем с этой стороны. Вот так вот прижимая, будем засыпать землю. Землю надо чуть-чуть подтрамбовывать, чтобы не было пустот. Пустоты нам очень нежелательны. Потому что там, где пустота, корня в воздух нужен, но пустота тоже может сыграть плохую шутку. Поэтому вот так вот аккуратно, постепенно заполняем. Надо землю насыпать так, как раньше было. Не надо ни выше, ни ниже по корневую шейку. Поэтому уплотняем и ещё раз, несколько раз польём. Вот так вот хорошо. Обильно поливаем. И можно ещё придавить, уплотнить. Потому что земля сядет и может оголить корневую шейку. Нежелательно. И будьте готовы через пару недель добавить земельки. Так. Лишнее можно опять в ведро. Так. И я мульчирую. Это листья из-под груши, из-под яблони. Виноградные не годятся, потому что на них много там бактерий. А лист высушенный из садовых деревьев, абрикосы пойдёт там. Поэтому такие мелкие листья я мульчирую. Если нету листьев, можете даже взять картон. Коричневый старый картон. И заложить. Меньше же поливать надо будет. Влага испаряется. Вот я побрызгал перед пересадкой. Видите, влага уже испарилась. Листья надо будет немножко даже привести в порядок, помыть. Так. Опять пересадили. Опять надо поливать. Первое время, желательно несколько, пару дней поливать чуть ли не каждый день. Почему? Земля осаждается и обволакивает корневую. И нету пустот. Придавить можете рукой. Можно даже с усилием на бетоне, только на этом я не буду трамбовать. Опустить и несколько раз так штукнуть горшком. Вот так вот, чтобы оно утрамбовало вся земля. Так. И теперь, что осталось там? Бирка. Я подписываю вот так вот. На таких вот алюминиевых вырезанных баклажки. Кованаваса 21, 02, 20. И будем вешать, потому что надо делать. Обязательно забывается. Было бы их там 1, 2, 3. А когда много, цитрусовая сотня, забудется, что мы делали. Так. И маяк. Тоже с алюминия вырезана. Она переставляется. В любом месте можно поставить аккуратно. И все. Так. Это, считайте, произошла перевалка. Я бы сказал бы. Тут мы корни не оголяли почти. И, как видите, кирпич только для молодых я использую. Для взрослых он уже не надо. Сюда должен быть хотя бы полулитровая банка воды влазить. За один раз полили. Сейчас я еще добавлю. Вода должна быть комнатной температуры. Не надо ни горячая, ни холодная. Вот. Сейчас она сбежит сюда. И будем готовить к воздушному укоренению вот эту ветку. Почему? Ждать 3-4 года, пока трифолиата вырастет. Вырастет, видите, он. Держать в этой такой штуке. Литрою почти. Это накладно. Желательно получить за пару лет мандарин. Поэтому мы и будем делать воздушное укоренение вот этой вот ветки. Ковано-васса, я вам скажу, мандарины укореняются. Ветки мандарины ковано-васса, бессемянных, укореняются. Это уже проверено и доказано. Поэтому ждите новых видео. До встречи. Всем пока.